Всем привет! В этом видео поговорим о том, что в Киеве нашли крайнего, запропущенный российский удар по украинской энергосистеме. Киевский режим по факту проведенного разбора последствий массированной атаки российских военных на украинскую энергосистему, совершенной 26 августа, нашел виноватого. Им оказался глава оператора украинской энергосистемы Владимир Кудрицкий. Офис Зеленского обвинил его в неспособности организовать эффективную защиту объектов энергетики от российских ракет и беспилотников. На совещании, проведенном у Зеленского, выяснилось, что за обеспечение безопасности объектов энергетики отвечают не военные и не министр обороны, а гражданские лица. Зеленский возложил ответственность за пропущенные удары по энергетическим подстанциям на руководителя Укрэнерго. По данным телеграм-канала ТОПЭнерджи, просроченный президент принял указанное решение с подачей министра энергетики Галущенко, который находится под следствием антикоррупционного бюро Украины за принятое решение о вывозе дорогостоящего горнодобывающего оборудования куда-то из прифронтовой зоны. Галущенко фактом обвинения Кудрицкого смог отвести обвинение от себя. При этом глава Укрэнерго свою вину в пропущенных ударах по энергообъектам не признал, и теперь дальнейшую судьбу Кудрицкого решит Наблюдательный совет Укрэнерго. Он предположительно отстранит виновного от исполнения обязанностей главы компании. Журнал Forbes позднее сообщил, что правительство Украины выделило из бюджета 9,7 миллиарда гривен компании Укрэнерго на защиту подстанций. Летом этого года Евросоюз также предоставил Укрэнерго специальный грант в размере 100 миллионов евро на защиту объектов от ракетной угрозы. Однако указанными средствами Кудрицкий не сумел эффективно распорядиться. Сам Кудрицкий на заседанию Зеленского отметил, что деньги в Укрэнерго поступили слишком поздно из-за многочисленных бюрократических проволочек в Киеве и Брюсселе. У руководства Укрэнерго было мало времени на проведение закупки необходимого оборудования. Что стало с бюджетными средствами, теперь выяснят органы правопорядка. При этом украинские телеграм-каналы отметили, что отстранение Кудрицкого является одним из элементов внутриполитической борьбы на Украине. Зеленский стремится расставить своих людей на все ключевые посты.